518 евродепутатов проголосовали за, 56 против, 61 воздержался. Евросоюз сделал предпоследний шаг для предоставления до 35 миллиардов евро Украине. Это еще один исторический момент. Этим голосованием мы посылаем очень сильный сигнал о том, что мы используем прибыль от замороженных российских активов для Украины. И Россия, как агрессор, должна и будет платить за разрушение. Слава Украине! Согласно письменной процедуре, после голосования в парламенте слово за Советом ЕС. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в официальном журнале Евросоюза. В Брюсселе хотят, чтобы деньги оказались в распоряжении Украины в начале 2025 года. Благодарен президенту Европарламента Роберти Мицсоли и его членам за решительную поддержку в принятии исключительной макрофинансовой помощи для Украины в размере до 35 миллиардов евро. Это поможет удовлетворить срочные финансовые потребности Украины в условиях жестокой полномасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. В соцсети ИКС. Евросоюз предоставит кредит в виде программы макрофинансовой помощи на 2024-2025 годы, сообщили ранее в украинском Минфине. Заем будет погашаться за счет доходов от замороженных в финансовых учреждениях ЕС активов России. Таким образом, ожидается, что деньги Украина получит безвозвратно и не будет направлять на погашение внутренние финансовые ресурсы страны. Потребность финансовой поддержки огромная, и она безотлагательна. Россия должна заплатить за нападение на украинцев и грубое уничтожение инфраструктуры страны, городов, сел и домов. Бремя восстановления Украины возьмут на себя ответственные за ее уничтожение, а именно Россия. До 35 миллиардов евро, это около 38 миллиардов долларов от Евросоюза, это часть кредита Киеву, который «Большая семерка» согласовала в июне 2024 года. Общая сумма займа – 50 миллиардов долларов. Помимо стран ЕС, свой вклад должны внести США, Канада, Япония и Великобритания. Лондон решение уже принял. Киев получит более 2 миллиардов фунтов стерлингов. Это почти 3 миллиарда долларов. Это обеспечит заморозку российских активов в Европе. Чрезвычайные доходы от них будут использованы для финансирования военных действий в Украине. Это лишь один из способов, помимо поддержки, которую мы уже оказали, гарантировать, что Украина имеет финансы, ресурсы и подготовку военных на должном уровне для продолжения своей борьбы. Остальные страны-союзницы по группе 7 должны объявить о своих вкладах в кредит для Украины 25 октября. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидьи Рейндерс. Окончательная сумма, которую взаймы даст ЕС, может стать меньше, чем 38 миллиардов долларов, если Великобритания, Соединенные Штаты, Япония и Канада в сумме предоставят более 12 миллиардов. Валерия Никипелова для телеканала «Фридам».